Добрый вечер. Здравствуйте. Ассалам алейкум, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас в студии Национальной телерадиокомпании Узбекистана на канале Мадониад Марифат. Тема нашего разговора – история нашего телевидения. Сегодня же трудно представить жизнь современного человека без телевидения. Утро у нас начинается с телевидения, новости горячие нам надо знать, днем, когда есть возможность, вечером мы ждем, когда мы узнаем, что же еще произошло во всем мире. И во всем этом нам помогает НТРК – Национальная телерадиокомпания Узбекистана. Конечно, наши коллеги с других телеканалов тоже работают так, чтобы показать Узбекистан, рассказать о его людях. Но наша компания особенно большой путь прошла, потому что уже довольно скоро будет 65 лет с того времени, когда заработал здесь, на этом месте, где мы находимся, узбекский телецентр. И это очень важное событие для нас, потому что пройден громадный путь от просто телевидения до супертелевидения. Телевидение самого высокого, самого современного уровня. Но прежде чем мы начнем беседовать, обмениваться мнениями по этому поводу, я с удовольствием представлю гостей нашей программы. Рядом со мной наша великая актриса, ведущая актриса Национального театра Малика Ибрагимова, народная артистка Узбекистана. Около нее Валерий Васильевич Бирюков, очень известный наш журналист, который работает на телеграфное агентство Советского Союза, хотя родился в Кашкадарье. Он знает узбекский язык как никто другой, я так думаю. И ему всегда есть что сказать. Халил Хафизна Камилова, проректор Текстильного института, человек очень известный, уважаемый у нас в Узбекистане. Она возглавляет еще и ассоциацию дизайнеров и модельеров Узбекистана. И у них там в институте много интересного, и в ассоциации много интересного, и о телевидении ей тоже есть что сказать. Насиба Ибрагимова, сколько мы с вами работали в Ахбароте, Насиба, приятно вспомнить. Вы каждый раз идете на эфир так, как будто это что-то чрезвычайно важное в вашей жизни, с чувством очень большой ответственности. Вас все любят, все уважают. С вами всегда приятно вести разговоры вообще о жизни и о телевидении в частности. Инесса Гульзарова, ведущий педагог Ташкентской консерватории, доцент. Самые интересные, самые лучшие концерты классической музыки ведет Инесса Гульзарова. Она еще и писатель, она еще и музыковед, и я очень рад, что вы здесь вместе с нами в этой студии. Следующий участник нашей программы Виктория Левинская, она проректор нового вуза. Ну, вы сами скажете, как он правильно называется. Мы-то с вами знакомы по Весьминистрскому университету, вы много лет там проработали, и вот теперь вас выдвинули на руководящую должность в новый вуз. Нам будет интересно узнать об этом вузе, обязательно. Когда мы знакомились, я так с удивлением посмотрел, сказал, Моника, она говорит, не Левинская, я лучше. И вот еще, наконец, Николай Петрович Денько, историк телевидения, и он был не один год директором очень любопытного музея телевидения в Сергилии. Сейчас этого музея нет, но я там был. Мы его снимали. Мы его снимали, этот музей, для нашего фильма «Ташкент. Родина телевидения», потому что в этом фильме мы рассказали о подвиге группы ташкентцев, ученых и специалистов во главе с Борисом Павловичем Гробовским, которые впервые в мире получили телеизображение. Вот сейчас я предлагаю вам посмотреть фрагмент из фильма «Ташкент. Родина телевидения», где я, ну, как бы, начинаю комментировать эту историю. Сейчас вот наш режиссер Бахтер Акеа включит. Давайте посмотрим. 15 лет назад. Сегодня трудно представить жизнь современного человека без телевидения, но включая или выключая телевизор, просматривая телепрограммы, мы мало задумываемся над тем, кто же изобрел телевидение. А ведь родиной телевидения является Ташкент. Это подтверждается многими фактами и документами. Первое в мире телевизионное изображение было получено в столице Узбекистана летом 1928 года. Значит, продолжаем. Вот, видите, мы не зря же так сказали, что это событие было. Оно было, на самом деле было. Мы об этом поговорим. Мы придем к этому вопросу, Николай Петрович. Вы нам расскажете, что вы знаете о Гробовском, о музее, которым вы руководили. У вас вот папочка, там материалы, я знаю, есть интересные. Насиба Павлович, скажите, пожалуйста, вот роль телевидения в вашей жизни ведь громадная. Почему вы его так полюбили? Борис Рахимович, я тогда, наверное, и не понимала, надо любить или не надо любить. Что это такое? Потому что нас, ну, группа мальчиков и девочек, 9, 10, 11, 12 лет, наш наставник, заслуженный артист республики, Немат Доскаджаев, будучи тогда главным режиссером узбекского радио. Ну, мы читали там «Пионерскую зорьку», так назвалась эта передача. Потом сказали, вот эти вот читающие на радио люди будут, оказывается, и видны. А что это такое? Как можно их видеть? Ну, мы-то вообще не понимали, что это такое. И вот буквально 5 ноября этого года канал «Узбекстон» дал старт начала 65-летию узбекского телевидения. Ну, конечно, за 65 лет, я буквально вот с 56-го года нахожусь здесь, и мне, наверное, очень сложно будет вкратце рассказать, что для меня значит это телевидение. Ну, наверное, скажу, что это для меня вся моя жизнь, всё моё творчество связано вот с радио и телевидением. Телевидения на «Узбекистон»-да пайда оболишене гепрадеган босек, битте корсату иетмеде мунге. Албатта, бир ел ма байна-да, келаси ел, келаси ел, 5-нчо ноябрьге кадар, «Узбек Милли Телерадио Кампанияси»-нинг барча канарлара, албатта, бу мавзуда коплев корсату улык лошады. Албатта, біз тарахымызге, ишаракламыз, тарахымызи истлемыз, біз нустазларымыз не истлемыз. Умман Телевидения кандо пайдау буган. Янда сіз, ошапайетле даям радио дешлаган сіз, сіз ендештган сіз. Шо, радио дега парадеган адамле, телевидения даям корониши мумканекен. Телевидения леген хал білмемыз. Радио дега парадеган адамле корониши мумканекен. Мана шунда біз, 7-5-нчо снифа кучуларына, радио дега режиссорамыз, Немат Досгучаев, бір гелла баллана, шо, каткедур обаралли. Бу, телевидения екен. Янда, ошапайетле дэ, телестудия дегеларды, рахбарлара на, лавазымлара ем, телестудиян директора дегеларды. Янда, копынче, шо телецентр мина, телестудияны, чалгыт варишады. Бу, бутыллей, мутлақа, еккхіл, юналыштеге фааллият юритадыген тэшкіл вад. Телецентр дэ, пақат, техник хадымля, мухандесля ешлиды, телестудия дэ, иджады хадымля. Янда, телевиденияна, мана, айнда, хазар, копчелі, отырыбміз, булана, тэкліфгігеніз, булана, хамасын, телевидениямна, баалу фааллиятлара, хакдега прешады. Янда, мен, озы, хайатым, шуяр білген башланген боган үчін, дәрлі, оша, телевиденияна, бірінчі, отырыбшы, тэгген паэтлары, мана, хайатымге сингіп кеткен, ва, мен мана, гуахы, боганлигімнан, фахрланыма. Янда, оша, паэтта, бізі, ұстазларымаз, бұ, иджадкарлы, оша, директорімізден тартыв, Марсалах Мрағзамовтан тартыв, Оба Бұрханович, Армуға Мухамедов, кеген, оша, немалада, режиссерлигген, Насыр Васлиев, Феруз Алимов, Полат Расулів, бұл-бұл-бұл, хаммасы, телевиденияна, оша, тарақиот басқычыны башлы берген, шахслық соланады. Енді, ең ахамьятлесі, Барис Рахимыч, қаран, оша пайытта, телецентрі башқарген адам, айол кіші, ва узбек айолы бұгэллі, Марзия Абдуллайова. Тасаввір кілін, оша 56-й елді, узбек айолы, телецентрі башлығы бұлады. Қанчы бұл салахияткі, егі бұган шахс болушылары кереки, шы, узбекистанда, телевиденияна, фааліятаны башлы берген, манашу шахслы, манашу штуазлармас. В 56-м году, 5-го ноября, ташкентское телевидение начало свои регулярные передачи. Но сказать так, было бы неверно. Вернее будет, если мы скажем, телевидение вернулось в Ташкент. Халита Хафизовна, телевидение в вашей жизни какую роль сыграло? Ну, я думаю, что телевидение, это сейчас уже как член семьи. Это не интерьер какой-то, часть интерьера. Как вы сказали, мы утром просыпаемся с телевидением и засыпаем с телевидением. Во-первых, это сильнейшая коммуникационная возможность, массовая коммуникация. Это информационный центр, информационные передачи, без которых мы жить не можем. Конечно, сейчас появился интернет, но мы все прекрасно знаем, что интернет, там разные информации бывают, и ее надо обязательно через фильтр проводить. А когда мы смотрим телевидение, например, мне кажется, вот все здесь сидящие обязательно смотрят Ахбурот. Практически на работе у нас целый день включен. Узбекистан-24. И та информация, которую мы получаем ежедневно, она нам просто необходима. Кроме этого, мы, конечно же, обращаемся и к другим каналам, потому что мы должны не только знать то, что происходит у нас в стране, но и за рубежом, и сравнивать, что же это такое на сегодняшний день. И надо сказать, что у меня такой возраст, что я свою сознательную жизнь начала уже с телевидения. Я помню, когда были маленькие телевизоры, и были линзы. КВН. Да, КВН. И я прекрасно помню, если в Махале у кого-то был такой телевизор, и вечером, когда начинались, по-моему, два часа, да, всего передачи были, и в этой Махале изготавливали вот эти большие скамейки, и вся Махаля собиралась как вот смотреть в летнем кинотеатре, да. И настолько это вошло в жизнь, и ведь телевидение имеет значение не только вот информативное, может быть, и, как мы говорим, коммуникации и так далее, но очень большая воспитательная роль. Я думаю, что здесь нужно говорить не только о воспитании каких-то вот именно менталитетных направлений, воспитания молодежи, но здесь идет и эстетическое воспитание, здесь идет воспитание вкуса. Это очень важно, поэтому, особенно в последнее время, очень большое внимание обращает на и внешний вид наших дикторов, и на то, как вообще в целом смотрится то или иное, та или иная передача, и здесь еще обращает внимание на те фильмы, которые, например, закупаются из-за рубежа, потому что это имеет очень большое влияние на молодежь, на, в целом, на население, но без телевидения, я думаю, что сейчас мы, никто не обходится, и это, конечно же, имеет очень мощную силу именно в нашей жизни и в воспитании, и в мировоззрении, особенно вот это мировоззрение, которое на сегодня день, на сегодняшний день формируется у молодежи, оно все равно через телевидение. Интернет – это уже вторая какая-то часть жизни, конечно, очень многие увлекаются, но роль телевидения на сегодняшний день, она все равно очень высока, и мне кажется, она такая станет, как в фильме «Москва слезам не верит». Оператор говорил, что телевидение – это будущее. Я думаю, что вот это вот будущее, оно все равно есть за телевидением. И когда мы видим вот это техническое оснащение сегодняшних наших каналов, сегодняшних наших студий, возможности технические, они очень высокие, я знаю, я знакома и с медиа-центрами, здесь вот. Я думаю, что действительно и те требования, которые предъявляются к каждой передаче, они дают свои плоды, и я думаю, что и очень высокий уровень наших режиссеров, наших операторов, очень высокий уровень сценаристов, которые готовят эти передачи. Я, например, с удовольствием очень многие передачи смотрю, ну и я думаю, что все здесь сидящие тоже считают, что это действительно часть нашей жизни. Валерий Васильевич, мне кажется, что вот вся твоя журналистская деятельность как-то связана с телевидением, ведь так ведь, нет? Безусловно. Вот, например, в этой студии я первый раз появился в 77-м году, когда я был студентом первого курса Ташкентского государственного университета, и поэтому это здание, все здание, вот это помещение мне знакомо и близко вообще, потому что приходилось, у меня и специализация была, когда я учился радио и телевидение, и моя журналистская жизнь, моя журналистская профессия всегда была связана и раньше, и сейчас с телевидением. Ну вот, возвращаясь к основной теме нашего разговора, говоря об истории нашего узбекского телевидения, я бы хотел такую деталь рассказать. В середине 90-х годов так получилось, что ко мне приехали из Москвы несколько представителей ведущих японских газет. это самые-самые газеты, которые и по тем временам, и сейчас имеют миллионные тиражи. В Японии вот и печать, печатная пресса, так же, как и раньше, очень развита. И кто-то из умудренных товарищей мне тогда посоветовал, а поведи японцев на нашей телевидении. расскажи, покажи, какое у нас телевидение. И вот предварительно перед тем, как привезти их сюда, зная, и все мы знаем, что такое страна Японии, это одна из самых высокотехнологичных стран, где, в принципе, все самые современные технологии, техника всегда появляются в первую очередь. И вот, когда я им рассказал об этом историческом факте, что именно в Ташкете на телевидении. Да, да, что в Ташкенте впервые было получено телевизионное изображение, и что фактически Узбекистан и Ташкент это родина телевидения. Они были просто изумлены, честно говоря. И мне было приятно, потому что, ну, даже когда они оттуда приехали из Москвы, у них уже были маленькие такие миниатюрные камеры такие, которых, в принципе, у нас тогда еще не так много было. Но, тем не менее, когда вот они узнали про этот факт, они так удивились, а почему вы об этом не рассказываете, почему у вас, да вы везде должны об этом говорить, 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 потому что это, ну, важнейший бренд такой, говоря, современным языком, да, и вот сегодня, когда мы начинаем говорить об юбилее ташкентского узбекского телевидения, на мой взгляд, нужно очень много об этом говорить, и более того, я, например, пользуюсь случаем, предложил бы руководителям вузов, где есть журфаки, вообще ввести такой предмет, такую дисциплину, Ташкент, родина телевидения, было бы здорово. Впрочем, Борис Рахимович, вот этот вот факт, юридически и в международном масштабе, было признано в Ганновере в 2000 году. И тогда, тогдашний президент Академии наук Палат Хабиба Лаев, наряду со всеми документами, которые он представлял в Экспо 2000, он представил и документ о том, что родина телевидения Ташкент, и это было зарегистрировано. Я там был в 2000 году в Ганновере, работал для Ахбарота. Я всё это видел. Это было грандиозно. Это незабываемо. Я просто, Борис Рахимович, сейчас вот сижу и вот смотрю, сколько камер работает сейчас на нас. И вот у меня маленькая петелька. Ну, наверное, меня слышно очень чётко и ясно. Но вы же помните, какие были журавли. Наверное, они бы, наверное, в эту студию не поместились. Какие были огромные, неуютные, а камеры какие были тяжёлые. И специально была такая рабочая группа, которые за камерой, кабельмейстерой, буквально вот эти вот кабели таскали, чтобы камера могла свободно двигаться, чтобы он мог взять именно тот кадр, который оттуда режиссёр командует. А сейчас вот смотрите, да какой, да все точки работают. Маленькие петельки, и у нас всё слышно, всё видно. Самые даже оснащённые страны мира, наверное, сейчас не обладают вот таким богатством, каким владеет, допустим, узбекская телерадиокомпания. Поэтому оно и сейчас и называется не радиотелевидение, а телевидение радио. телерадиокомпания Узбекистана. Поэтому хочешь не хочешь, но столько гордости, столько приятного, а какие у нас журналисты, Борис Рахимович, вот вы долгие годы работали в Ахвороте, сейчас вот 24, Узбекистан 24, с какого только конца мира не вещают, просто вот душа радуется, и парни, и девочки, и девушки, которые, вот пришло время, когда они могут со всего мира, с конца всего мира вести репортажи, вести репортажи, причем сиюминутно. И вот эта вот техника позволяет, чтобы мы почти в 100 с лишним стран мира показываем наши грандиозные мероприятия, которые вот и Мустаха Лейки, и Навроз, и эти международные фестивали не только в центре, в столице Узбекистана, но и в наших областях сколько мероприятий. Мы непосредственно знакомили не только с этой культурой, но мы и показывали достижения нашей техники. Как мы можем все это передавать? Я хочу вам рассказать о том, как создавался фильм «Ташкент. Родина. Телевидение». Это важное событие для меня на всю жизнь. Почему? Это был 2005 год, я работал в Ахбароте очень активно и однажды меня пригласил Алишер Джуракулыч Хаджаев и сказал, что нужно снять фильм «Ташкент. Родина. Телевидение». Вы можете за это взяться? Вы справитесь с этим? Я так обрадовался. Я говорю, ну я, конечно, постараюсь. Мне это так важно, это так интересно. И мы работали несколько месяцев и я работал тогда в кадре. Вот вы интервью мое видели. Весь фильм построен на том, что я говорю в кадре из разных мест, где это событие происходило. Среди участников фильма космонавт Дженебеков Владимир Александрович дал для этого фильма интервью. Сейчас мы его с вами послушаем. Каждому жителю Ташкента и вообще Узбекистана приятно, когда что-то отсюда пришло в цивилизацию, особенно из новых технологий, новых средств. И, наверное, здесь в первом ряду, в первой строчке идет телевидение. Ну, конечно, наверное, сознание самого факта, что первая передача телевизионного изображения произошла здесь, в Ташкенте, оно, наверное, должно как-то по-особому влиять и на сегодняшнее телевидение, на работу всех служб. Мне, кстати, нравится ташкентское телевидение. И чтобы держали эту марку и были полезны и детям, и взрослым, и старикам. Спасибо. Поэтому, Борис Рахимович, вот в тех фестивалях, где вы представляли этот фильм, он, конечно, вызывал огромный интерес у тех, кто смотрел, и все, конечно, были удивлены, что родиной телевидения является Ташкент. И это было действительно новшеством. И я, хоть, ну, правда, это уже было опубликовано в печати, я просто вот среди наших гостей хотела бы сказать, что этот фильм Бориса Бабаева получил признание в мировом масштабе. Ну, может быть, не мировом, но вот на фестивале очень важном в Ленинграде это было в 2006 году, там был фестиваль телевизионных фильмов «Лучшие ленты Содружества». И на этом фестивале для меня произошло, конечно, очень большое событие, когда ведущий стал цитировать строки из фильма, строки Алишера Наваи «Не пиала, а зеркало чудес». Представляете, как будто бы Наваи 500 лет назад предвосхитил, что телевидение «Не пиала, а зеркало чудес». И нас наградили музыкальным центром «Филипс», который до сих пор у меня работает, и диплом такой дали очень увесистый. Но нам было что сказать, потому что история, связанная с зарождением мирового телевидения в Узбекистане, она невероятно интересная. Вот я пригласил Николая Петровича Денько для того, чтобы он нам рассказал всё-таки, как это было, потому что он был в самом центре этих событий, потом уже. Он знал очень многих людей, которые работали с Гробовским в тот период. И Николаю Петровичу есть что рассказать. Вам слово, дорогой. В 2001 году судьба меня привела в Центр научно-технического творчества учащихся и молодёжи Сергилийского района, где был музей, небольшой музей, музей истории электронного телевидения имени Бориса Павловича Гробовского, который был создан в 1975 году Константином Константиновичем Слевицким. Это одним из помощников Бориса Павловича Гробовского. Вот вы покажите на камеру Бориса Павловича Гробовского. И я так задержался там на здесь почти на 10 лет. И, конечно, для меня это была новая музейная работа. Вот я никто мне не мог сказать к этому времени уже никто не работал, уволился кто-то и некому было сказать. Вот. А мне сказали, что один из сотрудников вот здесь на теле... здесь есть музей на телецентре. Музей гостелеразной компании Узбекистана. Вот. Где Тулеганов руководит этим музеем. Вот. Я к нему пришел. Конечно, письмо официальное все сделал. Я ему представился, кто я такой. Он спасибо ему, что он мне подсказал, как вести музейную работу. Вот. Правильно вы сказали, что мне, конечно, были помощники. Вот Тулеганов, например, и еще один человек, который тоже я царствуем и небесный, что называется, Кир Корнилов, который встречался с Борисом Павловичем Гробовским. Он тогда был еще совсем молодой человек. Это потом он стал большим художником, собирателем картин. Я про Корнилова говорю. А тогда он еще был ремесленником, то есть учился в ремесленном училище. И как он пишет в книге, он писатель тоже, много книг написал. И вот воспоминания о встрече с Борисом Павловичем Гробовским. Один из таких интересных экспонатов и ценных экспонатов этого музея, это была вот такая вот трубка, передающая трубка, в этом устройстве, радио, теле, фузе. Вот. Ну, и я как-то спросил у Тулиганова, когда здесь был, я говорю, вот у нас есть вот такая трубка, ну, а какие экспонаты, говорю. Вы знаете, он так, глаза сделал такие, что, удивленный, так, маленькое музей есть, а у нас нет. Это там, в Сергиле, у вас было? Да, у нас было. Да, мы снимали это. Думаю, как бы не забрали его из нашего музея. Вот, ну, ну, в общем, слава Богу, все нормально, все осталось на месте. Что именно показывали они? А Белянский, что делал? У него была формена фуражка, это друг Бориса Павловича Горобовского. Он одевал и снимал эту фуражку. Было плохое изображение, но было видно, что это именно Белянский, и это его фуражка. Это было движущее изображение на расстоянии. Да, да, Вот это было самое главное. Самое главное. Вот, и надо сказать, что была комиссия, авторитетная комиссия, и предложили, что мы вам будем помогать, вы продолжайте ваше дело. Между прочим, вот это вот движение его, где он кепку снимал белую и одевал, это было вот примерно сейчас напротив здания нынешнего, нынешнего здания. Нет, это немножко... Сейчас, сейчас, сейчас. Я сейчас расскажу, да, это второе уже. Да. А первое в Среднеазадском округе связи. Там было. А, это вот второе уже было... А второе, вы правильно говорите. Вот где трамвай проходил. Совершенно верно. Вот это было второе. Это было уже в августе. Это уже второе испытание прибора. Вы правильно говорите. Где уже была более-менее ясная картина. Да, это было немножко другое. Это уже, ну, как художники говорят, подтверждённое. В пленэре. То есть уже на улице. То есть передающее устройство было установлено, где особняк князя Романова. Да, да, да. И где-то метров 30-40 от него, это где был кинотеатр Хива, там приёмное устройство. А в то время там ходил трамвай. Вы правильно говорите? Да. Ходил трамвай. И было видно, что это действительно идёт трамвай, и изображение. И люди проходили, и они не подозревали, что именно сейчас рождается телевидение. Великое чудо. Великое чудо, да, да. Это было. Да, это есть. Очень жаль, что в своё время это не оформили надлежащим образом, но это было. Но зато это осталось вот в двух документальных фильмах. Да, это вот правильно, хороший фильм. В документальном фильме Армугана Мухамедова и Бориса Бабаева. Малика Хан присутствует у вас в передаче. Но она, не знаю, помнит она этот момент или нет. Она была, наверное, юная девочка ещё. Её папа впервые в узбекском телевидении создал передачу для женщин. Узбекистан хатан козляра. Он был автором и редактором этого цикла. И тогда все были удивлены, ну, же ли мужчина будет готовить эту передачу? Да, Абду Мальякия Ибрагимов был автором и редактором этой передачи. Со всей республики в этой передаче принимали участие самые знатные женщины нашей республики. Но когда уже Мальякия перешёл на другую работу, эту передачу продолжила Рано Халилева. Это уже работник телевидения. Но Абду Мальякия был как бы пионером создания цикловой передачи узбекистан хатан козляра. И вела передачу Инобат Юсупова «Диктор радио». Ну и я ей. Она была как бы это самое из радио. Но мы с ней вдвоём вели эту передачу. Абду Мальякия отчим был такой вот уравновешенный, спокойный, интеллигентный, культурный. И когда вот на летучках обсуждали с передачей, и все говорили «Ну, же ли так? Мужчина хорошо понимает женскую душу?» Потому что каждая передача из передачи в передачи получала только хорошие положительные отзывы и оценки. Я думаю, что Малика Хуан наверное или помнит этот период жизни своего отца или нет. Вот я хотела у неё спросить. Малика Хуан, телевидение в вашей жизни какую роль сыграло? Вы, наверное, же наблюдали за тем, как телевидение развивается, что здесь возникает, как меняется телебашня, какая была, какая стала, какой был телецентр, какой телецентр стал, какое развитие получила наша телевидение громадной за все эти годы. Что могли бы об этом сказать? Телевидение, конечно, это чудо, это магия какая-то. Когда первый раз нам купили телевизор, да, я не помню, мне было сколько лет, по-моему, лет 12-13, я до сих пор помню. Абду Малияке, мошенде, шуердышлар мадиле? я не помню, когда он работал, но, халяк береген совали изге, ман селены, насиба камбарова, сезны, отам аркали танырдым. Шуэк, чуэлли гэп-гэп рардаля селет орылэ, да. Я ашқыз, че буган селэйу. И мангэ, жуда кызықтыыла, улэгалян, гэп-гэп-гэп-гэп-гэп-гэп-гэп-гэп, ищет, шлатор, или, да. Конечно, Насиба Ибрагимова, я шас с ней сижу, я даже, я тогда представить себе не могла, я с ней могу сидеть, вот, для нас она была, я не знаю. Недосягаемый образец. Это что-то такое. Да. Это что-то такое. А то, что мы передавали слова и мысли её отца, она, наверное, не догадывалась. Нет, не в этом дело. Понимаете, в чём дело? У меня такое чувство, раньше, вот, кто даже выступал в телевидении, какое-то волнение было. Это волнение передавалось нам. И мы с волнением смотрели. Это было не просто красиво, красиво. Ну, чудо. Что-то неземное. Вот, в жизни не встретишь такое, что вот в телевидении видишь, да? Ну, я не знаю, агарда Торсона айтсам, маселаны гапейланы ищет туроп, мау зуми беге на хаскали апма. Как будто я зругой планеты, бульмадам. Мау зуми бега на хаскал. Мау зуми бега на хаскал. В этом году я прошел 40 лет. В этом году я благодаря вам, благодаря вам, я благодаря вам. В этом году я благодаря Леонид Зорин, «Варшавский мелодия», «Ман Гиттелли» ойням, «Герейнген отманымче Гиттелли» и это всего лишь на дети комитетный надп variотным. И все наряду на old время LGBT производится у себя в展у már. И говорить о театре, мы в этом деглюзия立 creates lucrative ideas, и завершает музыку, и мы потом готовы, и это не просто кушать в Rinokcountry, такие шикарные ну тогда раньше так не одевались как шанс одевается да уж им олдеки дик съемка коболь дик сериаллары кетты и кузыма киевым да оягым да ну отдей тапочка да отдей киевым да остановка да турпма и автобусге карасам сену меня смотрят ама оягым бекет уама у меня обувь был старенький так вот скрываю мне стыдно ма ойлаген ма ушанды господи телевизия неге чыкшучу олдым узинге гардероб койшин керейкент олдырып хамма куче да гаря ептыма амга маным чубу шунаканги махсулиът ки дикторлага телевизорда чыкканлага телевизорга чыккан иенден кигин хозыран шунака лекон упайта кучеда юра алмасиды вода шунака вактады кучеда юрубалмасиды шунчэлли телевизианинг роли кучилигиды Играет музыка. машина тишина в зале бабушка овлад это другое поколение уже было они меня не знают и так стою потом киен саюра юнусова бис у неё бишь мосика и крагича моя музыки ламс охрега пойти и саю родным келем алика если бы сказали тебе саюра юнусова минимали к ибрагим вы ничего не изменился все равно нас никто не знает конечно телевидение на роли актеры джудеям карта алигана маде популярность узбечасе геннамаде да еще машкурли пера на бутом она бор инда альбата шнока даур лар бога шнока улыб актер лапога гениальный актер лапога афсус ки бурака популярность бумаган ларда машкурли лико ликки телевидение на яна хам пилостом она хам минус тома шуки у джудеям машкур кто-то седатом